всем привет сегодня в этом видео я вам покажу свой день на карантине расскажу чем можно заняться потому что очень скучно я знаю так что поехали сейчас я хочу браться на своем столе потому что он такой срач просто капец сердце горят мечтою значит сможем вылетать вот так заряжены свободой и на пути у нас не стой намного способны ведь мы так молоды с тобой каждый день новый вызов это жизнь и не всегда луча где темно продолжай сиять и пока ты не ко мне признать рядом будут твои друзья а 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 Вот я и убралась, так что теперь могу показать вам свой домик. Вот этот домик, но он правда не идеальный, крыши нет, ну да ладно, все равно крутой. И сейчас я буду пытаться делать уроки. Задумалась. У меня не получалось делать уроки, потому что я на все отвлекалась. И наконец-то я начала делать уроки. Всем привет еще раз, и сейчас у меня будет онлайн-тренировка, ну как сейчас, через полчаса. Сейчас хочу все-таки наконец-то рассказать, чем можно заняться на карантине. Поехали. На карантине можно построить себе небольшой домик или шалашик, потому что в шалашке очень круто спать, там все так уютно, атмосферно, и на полу спать даже круче, чем на кровати. На карантине себе можно создать ютуб-канал, как это сделала я, потому что я давно хотела сделать себе ютуб-канал. Но у меня просто чисто физически не хватало времени этим заниматься. А вот сейчас есть карантин, есть время, когда ты можешь уделить именно себе, поснимать что-то, рассказать о своей жизни. И тем более видео с карантином, например, если вы будете рассказывать, как провести свой карантин, чем заняться, это сейчас очень актуально для всех, потому что всем нечем заняться, реально очень скучно, на улицу выходить нельзя, никуда нельзя, все закрыто, это просто кошмар. Но благодаря таким видео есть возможность чем-нибудь заняться, все-таки интересным. На карантине можно еще заняться спортом, своим телом, чтобы оставаться всегда в форме. Хоть не каждый день, но хотя бы через день или утром делать какую-то зарядку, чтобы на весь день хватало сил. Вообще утром я всегда сижу просто 5 минут, вот тихо, вот сейчас я вам покажу, как я сижу. Вот, вот так просто сидите 5 минут, закройте глаза, просто ни о чем не думайте. Просто сидите. Мне это очень сильно помогает, потому что я просто ни о чем не думаю, я расслабляюсь, я никого не слышу, и у меня появляются силы на весь день. На карантине можно еще готовить. По-моему, сейчас все просто готовят. Мне кажется, на карантине очень круто готовить себе какие-то завтраки, ужины. Я не знаю, что еще можно. И, кстати, пока я не забыла, можно еще снимать видео в лайк, или в тикток, или в квай, куда вы там любите снимать. Потому что это очень круто, весело. Как раз, когда вообще скучно, можно всякие смешные видео снимать, и тогда вы попадете либо в популярный, либо в рейтинг. Всем пока, потому что у меня уже через 4 минуты, нам надо за 5. Ну, короче, всем пока, увидимся после тренировки. Я уже не знаю, что говорить, поэтому... Я сейчас не увидел после тренировки, буду показывать, что происходит, в каком я состоянии. Ну, все, всем пока. Ну, еще не пока, то есть пока... Сейчас еще увидимся. Закончилась тренировка. Ура! Я просто своих ног не чувствую. Я просто устава. Ребята, я уже буду с вами прощаться, потому что я сейчас уже пойду ужинать, потом я буду опять делать уроки, потому что нам просто по математике столько задали, просто капец. Так что всем пока, подписывайтесь на мой канал, и всем удачи, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok